Всем привет! Следующее задание из цепочки Леруа, это задание под названием «Под опекой». После того, как мы выполнили первые два задания, появляется третье. Всего их, по-моему, семь в цепочке. Ладно, давайте начнем. Молли, поехали. Для того, чтобы, кстати, получить следующее задание, вам нужно просто стоять рядом с этим домом, прокручивать время в игре на сутки. И появляется следующее задание из этой цепочки. Так, это вы. Конечно, это мы, да. Пайма, это Пайма. Она, ее зовут Макси Плей, прийти, называй нас так. Ты пришла к Бенуа. Верно, но я не смогла с ним поговорить. Похоже, мне не удастся так написать сочинение. Твое сочинение? Точно, ты совершала добрые дела, чтобы сделать домашнее задание. Не поэтому. Мне очень нравится, господин Бенуа. Он очень добро-беспечный. А, да, точно. Добро-беспечный. Что ты имеешь в виду? Он добро-беспечный, да? В общем, прошу, сестрица Паймон, помогите мне, пожалуйста, если не можете. Точнее, если не поможете, я не смогу написать сочинение. Мой репетитор сказал, что мое сочинение о помощи в кормлении кошки безыскусственное и переполненное эмоциями. И попросил написать другое. Безыскусственное? Что это значит? Ты хотела сказать безыскусное? В общем, Паймон все поняла. Так вот, почему ты вернулась? Да, это касается моей домашней работы. Но мне правда очень нравится господин Леруа. Он попросил меня передать привет родителям от него, что я и сделала. Им было не очень приятно слышать его имя, и они не хотят, чтобы я приходила сюда. Сама не знаю почему. Ну, тема сочинения достаточно простая. Ты можешь рассказать о том, как вновь покормила кошку. Но ведь это будет только одна строка. Слишком мало, ничего не получится. Мы поможем пойти с тобой. Да, точно. Ты покормила кошку, а мы уберемся вокруг дома. А когда мы закончим, то постучим в дверь и поговорим с Бенуа. Тебе ведь именно это нужно? Да, верно. Так и поступим. Ты такая умная сестрица Паймон. Я сейчас же пойду кормить кошку. По-моему, мы в день 40 опять попали. Мы занимаемся все тем же. Но мне интересно, чем эта история закончится. Тем более, ее надо обязательно завершить, чтобы полностью пройти локацию Фонтейна. Последнее задание остается в списке у меня, по крайней мере. Так, под опекой поговорить с Молли. Молли. Сестрица Паймон. Сестрица Макси Плей. Я покормила кошку. Отлично, тогда пойдемте к господину Леруа. Я боюсь, а вдруг он не выйдет? Я недавно приходила, но он не стал со мной говорить. Я постучала перед вашим приходом, но как только он вышел, появился страшный дяденька-зять и затащил его обратно в дом. Затем он дал мне немного сладостей и сказал, чтобы я шла домой к родителям и закрыл дверь. Ну и дела. Бенуа такой дружелюбный, почему члены его семьи необщительные. Зять. Господин Леруа сказал, что его тесть болен и к нему нельзя в гости. Хотя мне показалось, что он выглядит вполне здоровым. Почему он не мог поговорить со мной? Честно говоря, я волнуюсь за господина Леруа больше, чем за свое сочинение. Он, наверное, ужасно себя чувствует, если болеет. Мама говорила, что больным людям нужна забота и уход. Не могли бы вы пойти со мной и спросить у него зять, чем болен господин Леруа? Может, он съел слишком много сладостей или не укрылся потеплее, когда спал? Я могу спросить у родителей, что делать? Мы ведь договорились, разве нет? Я знаю, но я немного боюсь этого страшного дяденьку-зятя, поэтому... Да потому что он страшный. Не могли бы вы поговорить с ним? Не бойся, Молли, мы поможем тебе. Поможем-то это точно. Постучать. Натос, которого вы видели раньше, открывает дверь и выходит из дома. Опять вы. Что вам нужно? Скажите, пожалуйста, Бенуа дома. Мы слышали, что он заболел, и мы волнуемся за него. Мой отец дома, но он не в состоянии принимать гостей. Можно узнать, чем он болен? Я могу попросить своих родителей достать ему лекарства. Не нужно, мы сами купим все необходимое лекарство, а отец не испытывает в них недостатка. Мы беспокоимся о нем, не надо быть таким суровым. Атос на трес отказывается пускать нас к Бенуа. Он быстро сбавил накал. Вас не должны волновать чужие дела, ясно? Что-нибудь еще? Если нет, то я вернусь домой. Подожди, что тебе? Бенуа правда болен? Конечно, причем очень серьезно, но мы с Мартишей найдем способ ему помочь. Вам не стоит беспокоиться. И другим тоже, если уж на то пошло. Атос, что за шум? Ничего, Мартиша, детишки говорят, что хотят увидеть папу. А ты хорошо ладишь с детьми, да, папа? Ну, раз дети хотят тебя увидеть, почему бы тебе не поздороваться с ними? Я бы очень хотел, а можно? Конечно, можно, папа, ты ведь главный. Дверь открывается, и из нее немедленно выходит Бенуа. Да, слушайте, по-моему, что-то не так, ребят. Что-то с этими двумя не так. Помните, он рассказывал, что он, это приемная дочь, не настоящая. Они хотят бы у него богатство забрать. И это снова вы, малышки? У вас все в порядке, господин Лерва? У меня? Ха, да не совсем, но не волнуйтесь. Я делаю все возможное, чтобы отдохнуть. Дочь и зять очень хорошо обо мне заботятся, так что все в порядке, идите домой. Ты уверен, что с тобой все в порядке, отец? Если тебе тяжело, лучше вернись домой. Бенуа внимательно смотрит в глаза Атоса и молча возвращается в дом. Ну, вот вы у его и увидели. Мой отец правда нездоров, теперь вы довольны? Если вам больше нечего, ничего не нужно, я пойду домой. Мы? Атос вас игнорирует. Ах ты ж... По крайней мере, мы смогли сказать несколько слов господину Лерва. Надеюсь, он скоро поправится. Кажется, я доставила им хлопоты. Сестрица Паймон, это... Я... Не этого хотела. Не надо так думать. Ты не доставила никаких хлопот? На самом деле, Паймон считает, что Атос самая настоящая проблема. Все это время он... Мы с Паймон тоже пойдем. Да? И правда, мне пора возвращаться. Родители не любят, когда я прихожу сюда. Они разозлятся, если узнают, где я сегодня была. Не знаю, удастся ли нам снова увидеть господина Лерва. Мне очень хочется сказать ему, что его угощение было очень вкусным. Не могли бы вы передать ему это при встрече, когда он поправится? Конечно. Паймон тоже обещает. Спасибо, сестрица Макси Плей. Мне пора домой. До встречи. Ммм... Ну что скажешь, Макси Плей? Похоже, тебе есть что сказать. Да, это разговор не для чужих ушей. Конечно, давай найдем подходящее место. Ммм... Я говорю, что это здесь не то. Это место подойдет? Давай скажи, Паймон, что у тебя на уме? Паймон. Так, в их отношениях с Беной есть что-то неправильное. Парочка относится к посторонним. Мне совсем не нравится. Эта парочка какая-то странная, я уверен, да? Паймон тоже так считает. Один говорит слишком много, а другая почти ни слова не сказала. Время их появления было не случайно. Хочешь сказать, что они появились как раз в тот момент, когда Бенуа задумала нанять работников? Гефрайсия рассказала, что он искал для себя работников еще полгода назад, но в то время эта парочка стала его семьей. Вы правы. Все слишком нарочито. С этой парочкой что-то не так. В их отношениях с Беной есть что-то неправильное. Когда мы встретили их пару дней назад, все казалось в порядке, но до как они говорили сегодня, да, что-то настораживает. Зять запугивает его. Ты имеешь в виду то, как зять посмотрел на него и заставил уйти в дом после того, как он сказал всего пару слов? Благодаря твоему анализу, Паймон, отчасти понимаешь, что это было за чувство неловкости. То, как эта парочка относится к посторонним, мне совсем не нравится. Именно так, когда мы только познакомились с ними. Они были вполне адекватными, но очень быстро изменились. Они относились к нам доброжелательно. Только когда рядом был их отец. Сейчас Паймон подумает, а ведь это правда. В первую нашу встречу, после того, как Бенуа зашел внутрь, его зять сказал, чтобы мы больше не появлялись. Они только притворяются дружелюбными. Но зачем притворяться дружелюбными в присутствии собственного отца? Должна быть какая-то причина. Это все, что у меня есть на данный момент. Думаешь, Бенуа в опасности? Именно так. Ой, у Паймон плохое предчувствие может сообщить об этом куда следует. В палату Жердинаж, например. У нас нет доказательств. Да, ты права. Но мы ведь поможем ему. Мы обещали Моле передать ему, что ей понравилось угощение. Да, и мы выполним обещание. Паймон знал, что ты так поступишь. Котелок у тебя варит. Так что давай планировать наши дальнейшие действия. Нужно провести небольшое расследование. Да, давай доберемся до самой сути. Что именно нам нужно выяснить? Личности этой парочки. Да, именно так. Берегитесь, слумышленники. Асы. Детективы Паймы на Максе Плеера заблочат подозреваемых. О, да. И продолжение, ребят, следует. Следует оно. Оно следует, если мы, конечно же, будем делать вот эти действия великолепные. Просто покрутим вот так вот. Подождите. Даже знаете что? Мне кажется, что достаточно сделать 30-минутный перерыв. Сейчас, секунду. Ну-ка, стоять. Да, реально, это работает после 12 сразу. Сейчас расплаты. Не следуйте территорию вокруг дома Бенуа. Но это будет уже в следующей серии. Не забывайте подписываться. Писать комментарии, ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok